Сегодня на библейском портале «Экзегет» мы продолжаем наши беседы по трудным, сложным местам Священного Писания. Сегодня мы рассмотрим такой вопрос. Что могут символизировать именно три меры муки? Мы будем рассуждать, отталкиваясь от текста Евангелия от Матфея 13.33 и Евангелия от Матфея 28.19. Я читаю сначала Матфея 13 глава. «Иную притчу сказал Он, то есть Христос, им. Царство Небесное, подобно закваске, которую женщина, взяв, положила в три меры муки, доколе не вскисло все». Что могут означать эти три меры муки? Какое может быть аллегорическое прочтение? Вот это уточнение «Доколе не вскисло все» указывает на то, что три меры муки должны породить некий результат. И древнехристианские экзегеты, западные и восточные, говорили, что, возможно, прежде всего имеется в виду учение Святой Троицы. Когда тресиятельный свет догмата о Святой Троице проникает в жизнь человека, а человека, который входит в церковь, его и крестят во имя Отца и Сына Святого Духа, то он начинает возрастать в этом догмате. Этот догмат о Святой Троице имеет нравственное приложение. Это догмат о божественном единстве, о божественной любви лиц Святой Троицы. И Христос ставил верующим в пример взаимоотношения между лицами Святой Троицы, например, когда говорил «Будьте едины, как я один с Отцом». Это единство в любви. В Евангелии от Матфея 28, 19 сказано «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа». Поэтому мы можем предположить, что главное научение перед крещением – это объяснение догмата Святой Троицы. И как я вам часто поясняю, христиане не признают одиночество Бога, так как в одиночество Бога веруют иудеи и мусульмане. Для нас важно осознавать, что Бог – это единство в любви лиц Святой Троицы. Иначе благой Бог, Бог, который есть любовь, до сотворения мира, являлся бы источником эгоизма и себялюбия. Теперь давайте посмотрим объяснение одного очень интересного христианского экзегета Илария Пиктовийского. Он предлагает и другие объяснения, что же имеется в виду под тремя заквасками. Закваска муки – это то, что придает силу множеству своего рода. Господь сравнил себя с этой закваской, взяв которую женщина, а именно синагога, скрыла осуждением смерти, утверждая, что законы пророки якобы нарушены Евангелиями. Но засыпав это тремя частями муки, то есть равными частями закона, пророков, Евангелий, Он, Христос, делает все одним, чтобы установленное законом и возвещенное пророками само исполнилось с помощью Евангелия. И все это совершается Духом Божиим, и Его силой, и мыслью, и не будет ничего иного заквашенного кем-то другим и отличного от равных частей муки. Как я говорил, Иларий предлагает еще не менее интересное объяснение. Три закваски – это закон, пророки и плюс святое Евангелие. А Дух Святой – это источник единства, то есть сама закваска, которая все приводит в единение, когда Ветхий Завет не противоречит Новому, а Новый – Ветхому, когда Новый Завет познается в Ветхом, а смысл ветхозаветных прообразов раскрывается в Новом Завете. Также этот автор пишет, «Я напомню, что многие считали, будто три части муки следует отнести не только к таинству веры, таинство веры – это прежде всего крещение, когда крестят во имя Отца и Сына и Святаго Духа, это о чем мы уже говорили, «Будто три части муки следует отнести не только к таинству веры, то есть к единству Отца, Сына и Святаго Духа, но и к призванию трех народов – от Сима, Хама и Афета». Мы помним, что эти сыновья Ноя были родоначальники человеческих рас. Но не знаю, позволяет ли смысл так думать, поскольку, хотя призвание всех язычников одинаково, однако Христос в них не скрыт, но явлен им, и в таком множестве неверующих не все заквашено. «В Отце же и Сыне и Святом Духе все едино во Христе без необходимости в извне примешанной иной закваске». Вот здесь у него мысль, что все-таки главный образ трех мер муки – это учение о Святой Троице, тогда это женщина, которая готовит это тесто. Это и есть церковь, любящая мать, которая таким образом формирует чад своих. Итак, мы рассмотрели это интересное место. Подписывайтесь на библейский портал «Экзегет», чтобы вовремя получать информацию о новых беседах. И берегите себя. Храни вас Господь!